Я рад всех приветствовать. На самом деле для меня очень большая честь выступать здесь перед таким сообществом, потому что я не юрист, во всяком случае пока. И, конечно, общение с юридическим сообществом для меня исключительно важно, потому что на своем месте, на месте председателя Комитета Государственной Думы, я работаю для воплощения абсолютно практических задач. Я практик. И вместе со своими коллегами я каждый день пытаюсь решить проблемы наших граждан, нашей экономики, вопросы природопользования, перекладывая различные решения, политические решения, на тексты законопроектов, различных поправок и одновременно проходя постоянно многочисленные круги обсуждений, с одной стороны, сутевых изменений, которые мы хотим осуществить, с другой стороны, именно юридических согласований. И вот на этой теме я хотел немножко остановиться. Начну с сутевых изменений. Дело в том, что сегодня перед всеми уровнями власти стоят очень важные, серьезные задачи, которые поставлены президентом Российской Федерации, которые нам необходимо реализовывать в качестве национальных проектов, которые сформированы правительством. Это сбалансированный комплекс задач, которые реализует правительство и которые по большей части решаются в рамках действующих законов и процедур. И, конечно, для реализации таких изменений, очень важных изменений, требуется очень серьезная приверженность тем задачам, которые стоят, и, конечно же, желанию изменить жизнь нашей страны к лучшему. Но, однако, помимо национальных проектов, у нас стоят и более глобальные задачи. В 2015 году была принята Организация Объединенных Наций 17 целей устойчивого развития, которые были также поддержаны и нашей страной. И это цели, которые в глобальном масштабе должны достигнуть все страны к 2030 году, и которые направлены на преодоление самых серьезных проблем нашей действительности. Это социальные, экономические проблемы, вопросы экологии в том числе. Это такие проблемы, как борьба с нищетой и голодом, это борьба за экологию, борьба с изменениями климата, справедливое использование технологий, равнодоступные возможности для людей к различным и социальным услугам, и различным возможностям здравоохранения. Все это в целях устойчивого развития, многие из которых отражены в том числе и в сформированных, сейчас реализуемых нашей страной национальных проектах. Понятно, что цели устойчивого развития на сегодняшний день вносят в законодательный процесс очень много различных требований и, можно сказать, вызовов. И здесь, конечно же, нам нужно поговорить о основной теме нашего сегодняшнего мероприятия, это как раз о традициях и ценностях. Дело в том, что когда встречаются люди одной веры, они обычно, когда встречаются, они уже понимают друг друга, потому что у них есть единая система координат, у них единые ценности, у них единые подходы к основным критическим вопросам нашей жизни. И в христианстве это, например, 10 заповедей, это 5 таких основных столпов нравственных и поведенческих ислама. Это система координат. Если мы в законотворческом процессе встречались бы вот с таким единодушием, то действительно это было бы очень отрадно видеть. К сожалению, этого нет. В законотворческом процессе мы встречаемся с абсолютно разными ценностями, с абсолютно разными интересами. Мы видим то, что те люди, которые приходят и участвуют в этом законотворческом процессе, они имеют порой абсолютно противоположные задачи и цели. И, конечно, для нас, для законодателей, это выливается в то, что мы обязаны, это наша обязанность обсуждать каждое изменение законодательства как можно шире, организовывать соответствующие дискуссии. И особенно для нашего многонационального и многоконцессионального государства это исключительно важно. Надо сказать, что нам удается учитывать самые разные интересы, в том числе интересы различных концессий. Я, так как у меня и земельное законодательство, и законодательство по собственности, я постоянно сталкиваюсь с теми вопросами, которые ставят перед нами как законодателями различные концессии, потому что это связано, например, с деятельностью монастырей, это связано и с вопросами собственности, то, что можно делать или нельзя рядом с теми или иными объектами религиозными и так далее. Мы все это учитываем, и это очень важно. Но если мы говорим о такой, ну, вне концессионной жизни, то что нас объединяет и тех людей, которые верят, и тех людей, которые не верят, или им кажется, что они не верят, объединяет желание сделать жизнь лучше. И цели устойчивого развития как раз могут стать единой платформой для всего мира, и они являются единой платформой, потому что ценности этих целей – это неприятие, нищеты и голода, это рациональное и бережное отношение к природе и природным ресурсам, это сохранение экосистем, это уменьшение неравенства с точки зрения отношения к инвалидам, к тем людям, у которых нет на сегодняшний день тех или иных возможностей. Это те ценности, которые разделяют все концессии. И именно поэтому достижение цели устойчивого развития ставит вызовы и перед юристами на сегодняшний день, и перед законодателями. Что это за вызовы? Ну, во-первых, это внедрение единой согласованной терминологии, которая отвечала бы современным явлениям и практике. Это с одной стороны. Но при этом нам необходимо учитывать традиции, и наши национальные традиции, и конфессиональные традиции, потому что, когда к нам приходят и в практику внедряются новые термины, мы должны соотносить их с ценностями нашего общества. Новые цели приносят эту единую терминологию, я приведу несколько примеров. Это вопросы, например, искусственного интеллекта, это альтернативная энергетика, различные явления, такие как криптовалюта, социальные сети и так далее, и так далее. Все эти явления, они должны так или иначе быть нами, законодателями, соотнесены в том числе с ценностными установками самых разных групп нашего населения. И, конечно же, для введения подобных терминов, в любом случае, нужны новые договоренности, очень серьезное экспертное и общественное обсуждение. Второй вызов – это понимание самих целей и трендов, которые ими задаются. От этого зависит единое понимание всеми сторонами законодательного процесса, то, что мы делаем. Потому что основной и самый, наверное, сложный вопрос, который можно задать представителю авторских кругов того или иного законопроекта, а зачем, какую ценность тот или иной законопроект несет, что он реально изменит, что он сделает более комфортным или лучшим в жизни людей, в жизни страны. Вы знаете, я поражаюсь очень часто, но действительно, очень часто это самый сложный вопрос, на который люди не могут ответить. И, конечно же, в этом случае вот такие ценности и устремления, они должны в том числе и пропагандироваться, о них нужно рассказывать. Мы стараемся с своей стороны делать таким образом, чтобы те изменения, которые мы вносим в законодательство, они были понятны людям. Третье – это приверженность к достижению этих целей. Приверженность ведь – это постоянная сверка тех решений, которые мы принимаем, с теми целями, которые мы ставим. И в этой связи мы, когда говорим о нравственных основах развития права, я во многом призываю вас, чтобы в том числе цели устойчивого развития и их ценности стали такой основой для практической работы юристов. Понятно, что, когда мы говорим о религии, для христианства, само собой разумеется, что нельзя красть или предаваться блуду. Именно поэтому христианин, когда он верит, он действует, на практике действует вот в этом коридоре своих ограничений, самоограничений. То же самое и с целями устойчивого развития и с теми задачами, которые перед нами стоят. Я говорю о практике. Например, это вопрос, связанный с сохранением природных ресурсов. Если мы говорим о равенстве, значит, нам нельзя ни в коем случае принимать решения, которые бы нас не сподвигали на преодоление нищеты, голода и так далее. Нам для этого, конечно, необходима имплементация в законодательство требований к открытости и индикаторам целей устойчивого развития. В 2020 году наша страна перед Организацией Объединенных Наций будет давать первый отчет о достижениях России целей устойчивого развития. Но при этом мы только в этом году приступили к различным измерениям. Недавно вышла новость, что Росстат начал сбор такой статистики. Наверное, это немножко поздновато, но лучше поздно, чем никогда. Но очень важно, чтобы законодательство диктовало на сегодняшний день абсолютную открытость информации и открытость именно согласованных, понятных для людей индикаторов изменений нашей жизни. Очень важную роль здесь играет достоверность той информации, которая транслируется и из правительственных органов власти, и из законодательных органов. Нам нельзя, мне кажется, стесняться того, что нам необходимо пересматривать различные существующие нормы и исправлять те ошибки, которые были сделаны. Я приведу пример. Ведь, например, если взять лесную отрасль. Мы очень долго отдавали дань именно бизнесу и экономике. И основные нормы законодательства, они были направлены на то, чтобы обеспечить этот бизнес и экономику. К чему мы пришли? Мы прекрасно знаем, что на сегодняшний день у нас стоит огромная задача по лесовосстановлению, что отсутствие лесов приводит к тому, что у нас начинаются и наводнения, и пожары, и меняется климат и так далее. То есть нам нельзя, мне кажется, стесняться, и нам нужно признавать свои ошибки и исправлять их, в том числе и на, конечно же, законодательном уровне. И отсутствие вот такой приверженности, это отсутствие принципов, это очень легкий подход, и он приводит только к одному, что начинают страдать люди и начинают преобладать отдельные интересы, в том числе и в законодательстве. Дело в том, что проблема сутевая – это только часть проблемы. Очень много от юридического сообщества зависит в проведении различных процедурных вопросов. Дело в том, что, да, у нас демократия, но основа демократии, которую мы вот сейчас практикуем, это являются различные процедуры, и на каждой такой процедуре присутствует так или иначе юридическое сообщество, это важно, это нужно. Но здесь возникает вопрос вот какой. У нас преобладают на сегодняшний день в юридическом сообществе, во всяком случае, то, с чем я сталкиваюсь, это функция во многом контролера. Это функция, а соответствуют ли те или иные изменения тем нормам, которые уже есть. Но проблема в том, что жизнь ставит перед нами очень серьезные вызовы и очень серьезные быстрые изменения. Я вижу, что на сегодняшний день такой подход, он тормозит развитие законодательства. Дело в том, что мы занимаемся развитием законодательства, законотворчеством, именно для того, чтобы законодательство успевало за жизнь, чтобы оно успевало отвечать на те вызовы, которые приносят и новые технологии, и новые условия, и, соответственно, новые ситуации, в том числе и внутри страны, и в мире. И в этой связи, конечно, жизнь значительно более богаче, чем те законодательные нормы, которые были приняты до этого. И требует очень серьезного творческого подхода от юридической общественности и от законодателей. Я приведу пример, с чем я сталкиваюсь, так как я избирался от Иркутской области. Для меня близка ситуация, связанная с Байкалом. С одной стороны, это уникальное природное явление, которое действительно мы хотим сохранить, которое мы хотим передать потомкам, но, с другой стороны, огромное количество тех запретов, которые были наложены, они повлекли к тому, что те люди, которые живут на берегах Байкала, они не могут вести нормальную жизнь, хозяйственную жизнь. И здесь приходится действительно заниматься законотворчеством, потому что здесь недостаточно сказать, что это черное или белое, или просто запретить любую деятельность на Байкале, и, соответственно, тогда что делать людям, или разрешить все мы тоже не можем, потому что нам нужно сохранить это уникальное озеро. Таких примеров огромное количество, и это требует, конечно, очень серьезного творческого подхода и от законодателей, и от юридического сообщества. Я очень благодарен, что мне предоставлено право сегодня выступить перед вами и обратиться к вам с такими, может быть, непростыми вопросами, которые сейчас стоят и перед нашей работой, и каждый день мы их стараемся решать. И, конечно же, я призываю всех вас объединиться. Объединиться вокруг тех основных целей и задач, которые стоят перед нашей страной, потому что они, вне зависимости от различных взглядов, концессий, они сводятся к нескольким очень простым и важным понятиям, таким как патриотизм, таким как желание сделать нашу страну лучше, таким как желание сделать жизнь людей, которые живут в России лучше. Я также хочу, пользуясь случаем, пригласить вас 25 ноября. Мы в Москве проводим большой международный форум устойчивого развития, «Общее будущее», который в первый раз соберет не только российских экспертов в самых разных отраслях, но и иностранных, зарубежных экспертов, для того, чтобы обсудить, каким образом Россия участвует в этом серьезном глобальном тренде, каким образом нам с нашей действительностью, с нашими ценностями, с нашими традициями добиться того, чтобы действительно мы не просто говорили об улучшении нашей жизни, но чтобы мы говорили о дальнейшем процветании России на многие-многие годы. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ